Привет, ты на канале Прагавты. Сегодня у нас в рубрике бизнес тест-драйв Александр Николенко, основатель Carbook Украина, о сервисе в автосервисе, о потребностях клиентов сегодня, о тенденциях и о бизнесе своей мечты сегодня в нашем видео. Поехали! Я, вообще говоря, всю свою сознательную жизнь практически проработал в корпорации. То есть это компания «Элит», группа «Элит» и разные структуры в Украине, в Чехии. Начинал с того, что в Украине был программистом, а потом как-то так вот само собой получилось, что начал заниматься всем-всем-всем. Потом переехал в Прагу. В Праге отвечал за маркетинг, за продукт-менеджмент. Сначала только в Чехии, потом по всей группе. А потом в 2011 году предложили мне параллельно с той работой возглавить Украину, возглавить «Элит» в Украине. Соответственно, жил тогда на две страны. То есть треть времени в Праге, треть времени в Киеве, треть времени в самолетах. Примерно так получалось. Потом еще к этому добавились Румыния и Венгрия. То есть стало совсем весело. В самолетах там получалось очень много перелетов в год. Все это происходило до 2017 года. В 2017 году ушел из «Элита» и круто совершенно переменил жизнь, когда создал свою компанию и, соответственно, занялся уже предпринимательством. И как собственник сейчас работаю. Работаю, да. Как собственник создаю компанию «Карбук». Вот. Продвигаю продукты «Карбук» на рынок. Вот. И, честно говоря, я очень долго не решался на вот этот шаг. Вообще стать собственником. Ну, простые причины. Главная причина – это, конечно, деньги. Когда в корпорации выходишь на определенный уровень, то зарабатываешь достаточно много. А стать собственником – это шаг такой в неизвестность. Вообще непонятно, что тебя ждет. И ничего не привычно. То есть за 20 лет в корпорации, понятно, что знаешь уже все расклады, знаешь все законы, знаешь, как что работает. Вот. А когда ты сам по себе не знаешь ничего. И мне фактически помогли, наверное, три вещи, вот этот шаг совершить. Первое – это я считал, что я уже готов. А считал я благодаря тому, что в 2011 году пришел, в 2010 году пришел новый руководитель, президент группы «Элит», вот, которого был кардинально другой подход. Если до этого у всех собственников подход был, они интересовались результатами, но больше на бумаге, их больше интересовали презентации, красиво показанные, красиво объясненные и так далее, то этого человека презентации не интересовали вообще. Он хотел реальные результаты. Несмотря на то, что была непростая ситуация, и 2013 год, и 2014 год, особенно здесь в Украине, в других странах полегче было. 2015 год тоже был непростой, но результаты были классные. И, соответственно, все получилось. И в этот момент я почувствовал вот этот азарт, о том, что я могу, я могу сделать что-то сам. Тогда я решил, что все, я уже готов, могу стать собственником, все классно, все здорово, но все равно не решался. Вторая вещь – это, конечно, то, что на тот момент у меня уже была идея собственного бизнеса, карбук, что это, как это сделать. Более того, я еще работая в «Элите», начал кое-какие шаги делать, начал развивать этот бизнес, вот, и, соответственно, я уходил не в никуда, я уходил уже в свой бизнес, который потихоньку работал, вот, и потихоньку, потихоньку что-то делал. Соответственно, было легче в этом отношении. Карбук – это два бизнеса, на самом деле. Начинался он именно с этого. Начинался он именно с маркетплейса для автомобилистов, для записи на СТО, вот. Но после к этому добавился еще один серьезный момент – это сейчас это еще и программное обеспечение для независимых СТО, которые автоматизируют все их процессы. Условно, мы их называем карбук.ua – это портал, и карбук.pro – это софт для СТО. Конечно, то, что я считал себя готовым стать предпринимателем, то, что у меня было куда идти, то есть была идея, был уже такой бизнес, который начинал работать. Но вряд ли бы я все равно решился, если бы не третья вещь, это то, что в 2016 году я встретился с совершенно удивительной женщиной. Встретился. Мы были знакомы уже, наверное, лет 7 до этого. Но вот как-то так получилось, что в 2016 году наши дороги совсем пересеклись. Вот. Это моя жена. Соответственно, если бы не она, то я точно такого шага бы не сделал. Вот. Это поддержка женщины, она очень-очень важна для мужчины. И у меня это было именно так. Вот. Соответственно, когда я уходил на свои хлеба, то мне казалось, что, блин, здорово. Сейчас вот у меня все получится, я готов. Вот сейчас сразу вот начну зарабатывать большие деньги. У меня будет продукт, который востребован, который всем нужен. Тем более идея – это классная. Идея – это взять, ну, фактически, все знают букинг, аренда квартир, соответственно, запись гостиницы, да, на определенные даты и так далее. Почему бы то же самое не сделать с СТУ? Ну, простая же идея. База есть. Как организовать запись? Я понимаю. Все. Осталось сложить одно со вторым, и успех обеспечен. Ага, сейчас. Складываем одно со вторым, и вдруг оказывается, что люди не хотят записываться онлайн на СТУ. Вот просто не хотят. Вот. Вначале было не всем понятно, почему так. Потом разобрались, почему. Первый момент – это то, что все-таки очень серьезно отличается регистрация в гостинице от записи на СТУ. Когда я выбираю гостиницу, я четко знаю, что мне нужно. Я четко понимаю, сколько у меня есть времени, я четко понимаю, сколько у меня есть денег и так далее. Если мне нужно отремонтировать мой автомобиль, то я не знаю вообще ничего. Ну, если это не какой-то простой ТО. А если у меня что-то стучит, или у меня что-то гремит, или что-то случилось, и я, не дай бог, вообще заглох остановился и не понимаю вообще, что произошло, то в этот момент я не понимаю, во-первых, что делать, во-вторых, сколько это будет стоить, в-третьих, сколько времени это займет. И более того, получить онлайн-консультацию практически невозможно, и даже по телефону практически невозможно. Вы знаете, что ответ большинства станций в этом случае – это приезжайте, мы посмотрим, сделаем диагностику, тогда будет понятно. Да, и только после диагностики станет понятно. Поэтому, когда речь идет о том, чтобы полностью автоматизировать запись на СТО с тиммейтом по времени, по цене и так далее, этот человек должен очень хорошо разбираться в ремонте автомобиля, просто великолепно разбираться, и тогда это будет работать. Мы предложили не просто онлайн-запись, мы предложили еще одну вещь. Сейчас мы предложили каждой СТО свой собственный сайт, простой сайт. Соответственно, каждый СТО понимает, что будущее в интернете, каждый из кого понимает, что нужно что-то в этом делать, мало кто что-то делает. То есть, если посмотреть, то сайты на сегодняшний момент есть, может быть, у 20% станций. У официальных у всех, тут понятно, да, если мы возьмем сейчас все независимые станции, то, которых на Украине много тысяч, вот, то из них, ну, в лучшем случае там 15-20% те, у кого есть. И тут мы приходим и предлагаем, смотрите, мы вам даем сайт, всем бесплатно пользуйтесь. Это было встречено очень хорошо. Но ожидание было о том, что сразу на этот сайт придет много-много клиентов, сразу все клиенты начнут записываться онлайн и так далее. Но сайт, это же инструмент, это такой же инструмент для станции, ну, как я не знаю, как развал схождения, да. То есть, можно вложить 10-20 тысяч долларов в самый современный стенд развала, но если у тебя нет крутого развальщика, то он будет стоять просто металлоломом и ничего не делать. То же самое с сайтом. Для того, чтобы сайт приносил что-то, им нужно заниматься, его нужно продвигать. Об этом сайте должны узнать многие люди, да. А это уже совсем другая тема. То есть, просто вот получить сайт не так просто. Это не решает все вопросы. А второе, это то, что клиенты не были готовы записываться на сайт онлайн. Ну, вот я дам пример. Я вот вчера вот просто готовился к нашей встрече и я зашел на ваш сайт. Да, я посмотрел, как у вас организована запись онлайн. Если посмотрите, то это очень типично и практически на всех станциях она организована точно так же. Более того, на карбуке она похожа организована. То есть, я знаю уже, что это неправильно, но пока не переделал. Вопрос в том, что первое, что мы просим клиента, это мы просим клиента дать его телефон, дать его имя и дать его мейл. Для того, чтобы убедиться, что да, мы действительно общаемся вот с таким человеком, вот с таким клиентом. Соответственно, мы сразу хотим от клиента, чтобы он нам открылся. Клиент пока еще не определился. Он вообще еще не знает, он будет записываться или не будет записываться. Он пока хочет посмотреть хоть примерно цены, хоть примерно время есть, которое нужно или нет. А мы сразу просим его идентифицироваться. Заметьте, если мы говорили о букинге, то мы вначале получаем полный список гостиниц. Мы смотрим все картинки, мы определяем даты, мы смотрим цену, подходит нам или нет. А мейл или телефон у нас просят в самом-самом конце. Это предпоследний шаг перед тем, как кредитную карточку внести, заплатить. А мы же делаем наоборот. Мы же у себя хотим сразу все получить о клиенте и только потом показать им какую-то информацию, свободную или нет. Поэтому 95% клиентов, они не проходят через этот первый шаг. Они просто не готовы указать информацию о себе. Указать фильтр, указать свой мейл, указать свой телефон или еще что-то. Просто не готовы. Мы теряем клиента. И, например, сегодня у нас на карбуке 95%, даже больше, 97% клиентов – это клиенты, которые звонят на СТО. И вот только 3% – это онлайн-записи. Мы на карбуке даем много информации для клиента для того, чтобы у него был осознанный выбор. То есть мы даем информацию об СТО, о том, какие работы делаются, о том, примерно, какие цены на разные типы работ. По крайней мере, понять ценовой диапазон, ценовой уровень данного СТО. Мы размещаем фотографии данного СТО. Мы размещаем живые отзывы. Причем отзывы у нас могут сделать только те клиенты, которые реально обслужились на этой станции. И, соответственно, по этому всему можно выбрать станцию и дальше уже позвонить на данную станцию. Вот здесь было самое сложное, как сделать тот бизнес-процесс, чтобы эти звонки каким-то образом проходили через нас. Я не буду сейчас говорить технические подробности, это не так важно. Но суть в том, что клиент звонит напрямую на станцию, при этом мы можем отследить каждый этот звонок. Соответственно, станция у себя в кабинете получает возможность прослушать любой звонок. И станция, соответственно, видит, сколько звонков она получала. То есть те станции, которые размещаются на карбуке и платят за размещение, они платят не за клики, они платят не за просмотры, как встречается там у некоторых наших конкурентов. Но они платят за конкретные звонки от клиентов. И дальше они могут посмотреть, сколько из этих звонков конвертировалось в реальные записи, в реальные заезды, в реальный ремонт. Это получилось сделать. При этом мы поменяли, наверное, три или четыре модели. Но в итоге пришли к вот этой, где мы не пытаемся пустить звонки через свой колл-центр, потому что клиенты не любят посредников. Опять-таки, ну, не нужны никому посредники. Клиенты хотят общаться напрямую с тем мастером, который их поймет и который решит их проблему. А это может быть только человек со СТО. Поэтому мы вот пришли к тому, что наши клиенты, они обращаются напрямую на станцию, получают полностью напрямую ответы, напрямую записываются. Вот, мы, единственное, слеживаем эти звонки и дальше предоставляем станции информацию, статистику, например, по тому, сколько всего было звонков, сколько было непринятых звонков, сколько звонков конвертировалось в записи, сколько было отказов, ну, и так далее. Кэрбук я всегда представляю просто как еще один канал по привлечению клиентов. Это вот как многие говорят, а мы уже размещаемся в Гугле. Это замечательно, размещать их в Гугле, это ж не вопрос. Так как, где лучше размещаться, в Ютубе или в Инстаграме? Да, это просто еще один канал. Это разные каналы. Когда мы задаем какой-то запрос, то вначале идут те, кто заплатили за то, чтобы Гугл их показывал первым. Да, в Карбуке то же самое, они платят за это, но наши с ними взаимоотношения идут по количеству звонков. То есть они платят за определенное количество звонков, которое придет на их станцию. Дальше сколько этих звонков будет конвертироваться уже в конкретные записи и в конкретные заезды, это уже вопрос самой станции. Это уже станция должна отработать эти звонки. Мы сделали очень интересное исследование с компанией CX Design. Вместе с ними мы сделали достаточно большое количество глубинных интервью клиентов. и впервые взглянули на автомобилистов глазами не, как у меня было, продавца запчастей, который это понимает, или не людей из автобизнеса с СТО и так далее, а вот именно глазами самих автомобилителей. И вдруг мы выяснили, что тех людей, которые реально разбираются в своих автомобилях, их конечно много, но их не большинство. Мы тогда увидели, что всех автомобилистов можно условно разделить на 4 категории. Одна категория, мы ее назвали фанаты. Их примерно процентов 5. И фанаты это те, кто просто в восторге от своего автомобиля, готовы вкладывать туда все самое лучшее. Когда приезжают на станцию, первый вопрос, а почему не оригинал? Вот там должен быть оригинал. Они готовы ставить тюнинги и все остальное. Вот это вот ребята фанаты. Их немного, но они есть. Причем фанат может быть и на жигулях. То есть человек, который в эти жигули вкладывает все и полирует их и все остальное, это тоже может быть фанат. Следующий, полная противоположность фаната, это скряга. Это вот тот самый, который говорит, а можно колодки еще не менять, потому что я машину через месяц продавать буду, она еще поедет. Да, да, они уже сносились, да, там уже почти стирают диски, но она еще поездит. Вот это вот, это скряги. Таких немного на самом деле. Вот, если спросить станции, они скажут, что таких 90 процентов, да нет, их где-то процентов 25. То, что они достаточно успешно мозги выносят, это правда, поэтому кажется, что их много. Но на самом деле не так. Следующий тип, мы его назвали, это тип бывалый. Бывалый их где-то около 30 процентов, это вот те люди, которые в своей машине разбираются полностью. Которые, когда звонят на СТО, они говорят, вы знаете, мне там нужно поменять датчик, но когда будете менять датчик, то там точно нужно поменять еще вот эту пластинку, потому что она сломается, когда вы будете снимать этот датчик. Поэтому вы, пожалуйста, сразу закажите и датчик, и пластинку, иначе машина у вас зависит. Да, вот есть такие бывалые. Они любят на СТО заходить в зону ремонта, их не любят, кстати, на СТО, вот этих бывалых, потому что они все знают, они хотят все контролировать, все видеть своими глазами. Но для нас удивлением было то, что самый большой процент, это около 40 процентов, это люди, которых мы назвали пассажирами. Пассажир это тот человек, который умеет ездить на автомобиле, он ездит за рулем, но он вообще не хочет заморачиваться каким-то обслуживанием автомобиля. В экстремальных случаях он вообще не знает, что нужно менять масло. Вот это экстремальные случаи пассажиров, которые вот сел, поехал, ездит, ездит год, второй, третий, и на третий год узнает, блин, нужно масло оказывается менять. Ага. Вот. Так вот, для пассажиров, для них нет ничего страшнее того, что с автомобилем вдруг что-то случится. Если с автомобилем что-то случилось, то, во-первых, это беда, потому что непонятно, что с этим делать. Во-вторых, это непредвиденные расходы. В-третьих, это нужно ехать на СТО, которое, во-первых, неизвестно сделает ли, во-вторых, неизвестно насколько разведет или кинет. Вот. То есть это всегда стресс. Для пассажира любое обращение на СТО – это достаточно большой стресс. Его мечта – это либо найти такую станцию, либо найти кого-то, кто будет заниматься обслуживанием этого автомобиля и, соответственно, вообще снимет все вопросы по обслуживанию. Вот это вот идеал, идеал для пассажира. А теперь почему пассажиры обращаются к нам и второй раз и третий раз, даже если они не нашли хорошую станцию? Дело в том, что у пассажиров обычно автомобили более-менее новые, не те автомобили, которые ломаются каждые два месяца. Ну почему? Если автомобиль ломается каждые два месяца, то пассажир очень быстро становится бывалым. Очень быстро он переходит вот в эту категорию. То есть хочет, не хочет – ему приходится заниматься. Он понимает, что происходит и так далее. Вот. Соответственно, у меня был личный пример. Вот когда мне пришлось в определенный момент заниматься одним автомобилем, который ломался каждые два месяца. Так я стал специалистом по этому автомобилю. Я уже знал все по нему. Вот я не буду сейчас назвать ни марку, ни модель, не хочу называть. Вот. Ну там уже просто было и десять лет автомобилю. То есть уже пришел тот возраст, когда он начал ломаться. И действительно я начал разбираться практически во всем. Вот. Хотя это не было моей целью. И я бы с удовольствием скорее сделал бы так, чтобы вообще туда не лезть. Так вот, возвращаясь назад. Пассажиры, они обычно ездят на автомобилях, которые более-менее свежие, более-менее новые. И, соответственно, пассажиры обращаются на СТО реже, чем остальные. Если взять именно молодежь, особенно ту молодежь, которая сегодня при деньгах, у всех там на устах сегодня программисты. Вот. Это, конечно, пассажиры. Причем ребята обижаются вначале, когда им говоришь, ребят, ну вы не разбираетесь в автомобиле. Говорят, как не разбираетесь? Я КПИ закончил. Как это нет? Но потом, когда начинаем идти глубже и начинаем смотреть, а вот это, вот это, вот это. Да, действительно так. Ну, да и не нужно этого всего. Были вложены достаточно большие деньги на то, чтобы, если кто-то сегодня забивает какой-то запрос, ну, например, там, замена амортизаторов, замена колодок. Киев, Одесса, Львов, любой город. То, чтобы карбук был в топе выдачи. То есть, благодаря этому у нас достаточно большой трафик. Вот, где-то порядка 150-170 тысяч посещений в месяц. И, соответственно, благодаря этому у нас получается порядка 10 тысяч звонков в месяц, которые мы передаем на СТО. Когда мы привозили что-то из Польши и из Литвы, то первый раз, когда заезжали на СТО, крутили носом и говорили, блин, как дурак, вы что, с ума сошли? Я за 2000 всю машину купил, а вы мне тут предлагаете за 500 долларов. Там ремонт какой-то. Но через какое-то время большого выбора у них не было. Соответственно, им приходилось снова обращаться на СТО и, соответственно, на СТО приходилось делать вот тот ремонт, который нужно было. Соответственно, у нас резко вырос активный автопарк. Потому что, если посмотреть официальную статистику, то там автопарк в Украине, я не помню, сейчас около 9, по-моему, миллионов автомобилей. Но если пойти копнуть в глубину, то получается, что часть автомобилей ушла вместе с Крымом. Часть автомобилей осталась в Донецке, в Луганске. Часть автомобилей – это автомобили до 1990 года в большинстве своем «Жигули», которые, конечно, зарегистрированы, но из которых на ходу меньшинство. И вот так вот, если мы сейчас посчитаем, 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 вот по выбрасывая вот все эти вот категории, которые я называл, то получается, что из 9 миллионов у нас там, ну дай Бог, чтобы 4-4,5 набралось. Те, которые реально ездят по дорогам. И тут вдруг к этим, ну будем говорить, 4 миллионам автомобилям добавляется, я не знаю сколько, 300 тысяч, 400 тысяч, 500 тысяч, миллион. Добавляется достаточно большое количество активных автомобилей, которые ездят европляхи. Вот, и понятно, что на станциях резко вырастает загрузка. Это вот произошло как раз в 15-16 году, больше в 16-ом. И тут приходим мы такие красивые и говорим, ребята, а давайте мы вам еще клиентов дадим. А вот я слышал, спасибо, нам бы вот с этими разобраться, которые есть, вот здесь очередь, пока не понимаем, как с ними разобраться. И когда мы начали смотреть, а что же происходит, то оказалось, что на многих станциях вообще нет инструментов, как работать с клиентами. В лучшем случае это Excel, это такой, это уже продвинутая станция. На многих магнитная доска, которая там где-то висит и на которой маркером пишут, а так вообще блокнот. Так вообще блокнот, на некоторых даже блокнота нет. Вот, соответственно, там, я к вам записывался на 11, да? Ой, блин, о, да, ну подождите, щас будем разбираться. То есть такое тоже происходило. В этот момент мы поняли, что нужно станциям давать, нужно давать реальный инструмент, который позволит им работать с процессами. Вот так родился Carbook Pro. И фактически очень большие инвестиции были именно туда, именно в Carbook Pro. Я бы сказал, что самые большие инвестиции в эту систему. Carbook — это полностью онлайн-система. Соответственно, доступ в Carbook можно зайти с любого компьютера в любой точке мира. Дальше мы подключили SMS, фидбэк от заказчиков, насколько им понравился, не понравился ремонт. То есть в начале это было больше, мы рассматривали это именно как систему записи. После мы увидели, что нужно делать более глубоко CRM. Соответственно, сделали систему для общения с клиентами, для обслуживания клиентов и так далее. Но дальше мы увидели, что если хотим двигаться дальше, нужно все-таки делать и полноценную мини ERP-систему. То есть нужно делать и выписку на ряд заказов, добавлять все работы, добавлять все запчасти. Соответственно, когда это добавилось, то давайте посчитаем зарплату механикам, добавилось это. А теперь давайте расчеты с клиентами, добавилась бухгалтерия. А теперь запчасти должны списываться со склада. То есть потихоньку, потихоньку, потихоньку из маленькой программы выросла такая достаточно простая, но в то же время мощная ERP-система, которая обслуживает все процессы среднего ствола. Я езжу по станциям, я общаюсь со станциями и, конечно, это во многом открыло глаза на то, что вообще происходит на станциях и какие потребности у станции. До этого я считал, что самая главная проблема на СТО – это как отремонтировать автомобиль и, возможно, еще где купить запчасти подешевле. А когда начал работать с станцией, я увидел, что там совершенно другие проблемы. То есть на большинстве независимых станций голова у директора или собственника болит по самым разным вопросам. Начиная от того, сколько людей вообще завтра выйдет на работу. Потом, когда мне наконец этот банк оплатит, я ему уже три недели назад все сделал, а они все не подпишут счет на оплату. И заканчивая вопросами, где вообще взять денег, чтобы аренду заплатить и так далее. То есть на самом деле на станциях решается очень много проблем каждый день. Но если выделить основные проблемы, то фактически это одна и та же проблема. Просто она с разных сторон проявляется. Проявляется она в том, что директор станции зачастую выступает в роли пожарного, который гасит все пожары, которые возникают. Любая проблема – все бегут к нему, обращаются к нему, просят помочь, решить еще что-то. Из-за этого очень многое замыкается на одном человеке. И из-за этого практически на очень многих станциях не выстроены процессы. И, соответственно, обслуживание клиентов может работать совершенно разным способом. Я сейчас, естественно, говорю про независимость того. Все-таки у официальных дилеров это работает все по-другому. Поэтому очень многие клиенты недовольны сервисом. Но это не потому, что их хотят обмануть, не потому, что хотят сделать плохо, а потому, что бизнес построен так, что по-другому не получается. И если прийти на станции и дать возможность работать по-другому, показать, как могут работать процессы, показать, как вообще выстроить правильные процессы, станция может заработать совсем по-другому. Но опять-таки, утопией предполагать, что сейчас все станции выстроятся в очередь за тем, что мы хотим все поменять процессы, хотим все все построить, хотим, чтобы у нас сейчас был шумфт и так далее. Потому что изменения все-таки заходят тяжело. И об этом еще в свое время писал Элия Голдрад, автор бизнес-бестселлера Цель, который создал такую интересную матрицу изменений. В этой матрице он условно нарисовал 4 квадрата, в которых рассказал, что у каждого изменения есть, естественно, преимущества, ради чего мы это делаем. И эти преимущества он назвал горшочком золота. Но, естественно, каждое изменение приносит и какие-то неудобства. Эти неудобства он назвал костылями на пути к этому изменению. Но, кроме того, нужно не забывать о том, что ничего не меняя, мы тоже что-то сохраняем. Что же у нас тут остается? Он это назвал русалкой, которая у нас есть уже сейчас в руках. Или наоборот, если мы ничего не меняем, то мы можем что-то и потерять. То есть, это тот крокодил, аллигатор, который нас подстригает. Если интересно, в сети есть этот мультфильм про изменения, где все эти образы, они показаны. И там объяснено, как правильно делать изменения. Так вот, пока у нас наша русалка, те преимущества от того, что мы ничего не делаем, она остается достаточно привлекательной, а костыли, это те неудобства от изменения, кажутся достаточно большими, то человек ничего не делает. И, соответственно, на станциях это тоже работает, потому что внедрить что-то новое, это означает отказаться от того, как работали последние 10 лет, 15 лет, 20 лет. Вот. Но здесь я оптимист. Почему? Потому что, во-первых, сейчас все очень быстро меняется, и все-таки клиенты становятся все более и более требовательными. И обслуживать их так, как обслуживали 3 года назад или 5 лет назад не получается. Соответственно, хочешь не хочешь, нужно внедрять новые процессы. Вот. Это первое. Второе, конечно, рынок в этом отношении огромный, потому что если посмотреть, то сегодня вообще какие-то процессы, какой-то софт, есть, ну, наверное, у 20, может быть, 25% станций. То есть, 2 третьих пока не имеет ничего. Мы избавляем от необходимости вообще держать какие-то свои компьютеры, думать о бэкапах или еще о чем-то. Вот перед тем, как встретиться с вами, говорил с одной станцией, говорю, как твои дела? Он говорит, слушай, не поверишь, последние 2 недели пытаюсь восстановить сервер. Все слетело. Все за последние 5 лет. Вот я говорю, ну, по карбоку у тебя вся информация есть, потому что это все в онлайне, соответственно, ничего не потерялось. Он говорит, по карбоку-то да, но по бухгалтерии какие счета оплачивать, что не оплачивать. В общем, он сейчас весь в заботах. Вот. Так вот, это как раз преимущество. То, что у нас все хранится в онлайне, не нужно думать, не нужно инвестировать в сервера, не нужно думать о том, кто будет заниматься вообще бэкапами. Обычно об этом начинаем думать в тот момент, когда данные потерялись. Следующее, это то, что так как все это хранится на серверах не на территории Украины, мы выбрали, хранилище в Германии, то, соответственно, нет риска какого-то изъятия, воровства или еще чего-то с серверами. Соответственно, данные, хотя они находятся удаленно, но они гораздо более защищены, чем если бы они выходили на каком-то локальном компьютере. И есть те, кто говорят, мы ни в коем случае свои данные не дадим. Понимают. Вот. Есть те, кто говорят, мы хотим иметь контроль над своими данными, мы даем такой контроль. Вот. Но это же сродни тому, как сегодня очень у многих почта на Gmail. Да. И все понимают, что это почта, которая хранится в онлайн, хранится у Google. Вот. И ни у кого больших вопросов не возникает, а что Google делает с моими данными или еще что-то. Ну, примерно точно так же с Carbook. Да. То есть мы просто идем к тому, что все идет в онлайн. Все идет туда, и если 10 лет назад представить себе, что данные будут храниться в онлайне, где-то неизвестно, в какой стране, на СРРах, вот, это было невозможно. Сегодня мы на это смотрим абсолютно нормально. Ну, соответственно, еще через 5 лет это вообще будет повсеместной практикой. Carbook – это, знаете, как ребенок, который в садик пошел и вот сейчас вот почитать учится по складам. Вот. 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 Вот где-то вот на этой стадии он находится. То есть это бизнес, с которым мы еще расти и расти, которым мы еще развиваться и развиваться. Вот. Как каждый дошкольник, он считает, что раз он научился считать, читать, то он уже готов закончить школу. Вот. Но когда дошкольник идет в школу, то оказывается, что в школе все совсем по-другому. Вот вообще по-другому, и он себе просто представить не может, что и как. Поэтому вот где-то вот, где-то в этой фазе мы сейчас находимся, читать научились, считаем, что можем уже пойти в школу, но скорее всего слабо пока себе представляем, что в этой школе сидит ожидает. Если попробовать всю теорию ограничений сформулировать ни одной книжкой, ни одной страницей, ни одним абзацем, даже ни одним предложением, а только одним словом, то это слово будет фокус. Фокус в смысле фокусировка. Да. Вот. Соответственно, выход в другую страну это всегда расфокусировка. Вот я работал международной компанией, я знаю, что такое, когда открывается новый бизнес, когда этих бизнесов становится 2, 3, 4, 5, 6, вот неизбежно приходит расфокусировка. Поэтому пока нет, пока нет, пока делаем то, что делаем здесь. Если смотреть, то смотреть скорее пока на рынке Восточной Европы, да и то через какое-то время. Александр, спасибо большое за интересную беседу. Заходите по ссылке в описании к этому видео на портал CarBook. У кого есть вопросы к Александру, пишите, пожалуйста, в комментариях, мы на все ответим. И до встречи на канале Продавта.